приветствую всех сегодня бы я хотел еще раз поговорить о личной силе а ее важности в нашей жизни потому что наличное наличие личностной силы нам позволяет перестать быть предметом а стать хозяином своей жизни своей земли двигать своей жизнью через себя через свою силу а не зависит от внешних обстоятельств которые вызывают в нас реакцию неконтролируемые действия неосознанно который потом приводит еще большим потерям нашей жизни личную силу можно рассмотреть состоящую из трех компонентов трех составляющих нашей жизни нас первый компонент это у нас личностная сила связана социальным миром с коллективным бессознательным то есть личностная сила это как образы принятые образы в нашем с вами мире образ успешности известности образ о том чтобы мы создаем сами образ чтобы о нас хорошо думали чтобы нас принимали мы сами создаем образы одеваясь так как принято в этом мире то есть получается что такой ситуации мы подстраиваемся под мир для того чтобы быть сонастройки с этим миром чтобы быть правилах этого мира но дело в том что эти правила постоянно меняется если мы сами не способны подстраиваться постоянно под эти правила то в какой-то момент когда эти правила поменяются а мы не подстроились мы перестаем питаться этими эта энергия она перестает быть для нас силой к примеру там известный артист сегодня он известен популярен или певцы на волне завтра его популярность прошла и он теряет силу он исчезает это силы уже его не питает а внутри своей силы у него нет соответственно такого вида сила социальная коллективная бессознательная она не является для нас полезной хотя эта часть наша сами собственного мира которые сами живем и от нее никуда не деться ее можно использовать но если мы только живем на основе этой силы то эта сила использует нас и поэтому в этом мире у нас постоянно возникают кризисы революции протесты из потому что мы не хозяева своей собственной жизни а внешние силы воздействуя на нас потому что он как предмет в этой жизни нами манипулируют второй элемент силы связан с наш с вами природой с тем кто мы на самом деле есть в этом проявленном мире наш с вами потенциал с которым сами сюда пришли пусть и инструменты как которые позвали позволяли бы нам если мы их использовали гармонично развиваться с той природой в которой мы с вами живем вне зависимости от тех социальных энергий которых мы с вами погружены каждый из нас в своей культуре и если мы эти силы в себе развиваем то это нам позволит еще больше осознать себя и подойти к другой силе ее можно назвать как божественная сила непроявленная сила это тот потенциал который у нас не проявлен но кем мы мы могли стать если бы мы его развивали опираясь на наш с вами собственную природу потому что природа опирается на природу а то что у нас социальная это искусственный организм который питается за счет нашей с вами личной силы когда мы его питаем неосознанно он забирает у нас и не дает нам развивать нашу силу нашу природу и не позволяет нам познать всю глубину нашей природы божественность поэтому в первую очередь для нас важно именно развивать нашу самую с природную личностную силу наши сами природные качества нужно давать место в нашей жизни чтобы они раскрывались развивались какие для этого существуют инструменты чтобы это сделать ну в первую очередь мы все с вами с детства постоянно мечтаем желаем хотим у нас есть потребности намереваем поэтому если мы обращаем внимание на наш с вами намерение исследуем их если мы их ставим перед собой реализуем их то таким образом мы приближаемся к реализации своей природы не важно что у нас какая-то часть намерения тоже является социальной она не является нашим я всегда вам говорил спрашивайте себя вы хотите заниматься чем-то ради чего почему хотите этим заниматься и есть только два ответа на этот вопрос либо в этом и это делом из состояния любви потому что это нам нравится по-настоящему любим это делать либо мы это делаем из состояния страха потому что мы боимся если мы это делаем и состояние страха значит мы с вами питаем социальную энергию силу социальную пытаемся быть адекватным социум чтобы нас приняли чтобы нас обращали внимание что мы были такие же как и все чтобы питаться самим этой энергией души мы свою энергию не развиваем хотим питаться за счет социум и неважно чем мы занимаемся будь то каким-то бизнесом либо каким-то духовным направлением очень важно себя спрашивать ради чего я это делаю и из какого состояния из какого места я это делаю откуда я это делаю из страха или из любви соответственно тут у нас возникает и сам ответ когда мы ставим перед собой цель и задачи это наша природа жить жить меч мечтая жить реализовывать свою мечту это первый инструмент для нашими собственно реализации и потому что надо сделать уж так принято потому что у вас есть такая у нас есть такая потребность чувства и когда мы это чувство осознаем анализируем мы взращиваем нашу с вами либо внутреннюю любовь либо внутренний страх тогда мы понимаем по какой тропе мы сами движемся соответственно так первый способ это намеревать жить намерением жить молитвой когда мы находим то состояние любви из любви это дело мы молимся постоянно в жизни взаимодействуем через молитву а не через желание и страх дальше вот следующий этап это откуда мы сами делаем если мы это сами делаем из любви мы взращиваем нашу с вами любовь мы взращиваем на своем внутреннее состояние мы взращиваем на своем внутреннюю природу а не страх который управляет внешним миром страх чем-то не обладать страх где-то не быть чего-то не достичь мы живем начинаем жить больше собой развиваем свою природу через любовь следующий элемент который очень важен если же мы это делаем из себя мы это любим мы готовы пойти до конца соответственно готовы довести до завершения наше с вами намерение неважно в каком временном промежутке но довести до конца вкладывая свой выбор вкладываем свою жизнь туда поэтому очень важно доводить до конца наш с вами намерение доводя их до конца мы проходим процесс очищения осознание что наше что не наше что нам хорошо что нам плохо через действие доведение до конца и когда мы доведели до конца мы запитываемся результатами нашей жизни той радостью которая дает совершение этот еще один элемент как жить своей природой доводить все до конца и как часть того что мы это делаем осознание выбора осознание что мы выбираем я выбираю то есть это у нас с вами три элемента и это нам позволяет усиливает свою личностную силу это позволяет быть более осознанным взращивать осознание через опыт через действие и это уже позволяет нам меньше зависеть от того что происходит вокруг нас это так как в природе есть хорошая погода есть дождь есть снег но мы знаем что это циклично потом снова может наступить хорошая погода сегодня жарко мы знаем что потом снова придет зима и будет холодно или будет вечер похолодает соответственно мы распознаем природу явлений и в этой природе явления осознанно делаем выбор вот такое небольшое рассуждение на тему личной силы и небольших советов как ее можно взращивать на простых вещах просто спрашивая себя давать до конца распознавая свою волю распознавая что мы выбираем всегда осознанно делать выбор поэтому вот на протяжении всех наших сообщений я вам давал всегда ритуалы исполнять как пример где вы осознанно делаете выбор не отдаетесь коллективную неопознанному непроявленному чтобы она за вас делала выбор а вы сами делаете вы и делаете у нас на основе того вашего жизненного опыта того что с нами происходит анализируя используя исследовать доводя все дело до конца большое спасибо за внимание успехов и ахом и такуясь